ой это это весит 20 грамм все успели пук 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 раз и все как так у нас видите одни ботаники собрались она красная красивая думаю что это такое и мне мозг подсказывает ягель козлы обожаю любитель летных видов спорта сегодня у нас на обзоре редкая птица археоптерикс и нам несказанно повезло застать его фазе сборки погнали археоптерикс посмотрите рядом со стоянкой моей принцессы поселился вот такой планер и вы можете воочию наблюдать как происходит его сборка в одиночку пилот собирает археоптерикс у ку 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 к нам повезло мы сейчас снимем полностью весь процесс и заснимем возлет ну вы даже можете посмотреть немножко на конструкцию хотел крыло понятно что крыло собственно угольный лонжерон как выглядит стыковочную по большому счету как в обычном планере главное что это в одиночку все делается видите то есть человек один никто не помогает о вот стоит мотор видимо сюда вставится вал дальше будет пропеллер не мешай главное что мы видим все как это вот как это в живую только я я поймал его случайно друзья вы очень много много раз на канале просили игорь поймай археоптерикс я это сделал я даже камеры не успел достать врубил телефон верный айфон и снимаю вам на что есть вот у него соответственно видите закрылочек но аэродинамически конечно эта штука явно совершение свифта потому что такой развитый мощный закрылок все легенькая ажурненькая красивенькая углепластивенькая класс выглядит выглядит очень красиво есть у него видите обзор через крыло прозрачная то здесь у нас совершенно прозрачная обшивка и получается пилот принципе через кого может посмотреть что творится сверху хреново конечно посмотреть но вполне вполне реально вот эта балочка здесь соответственно будет у нас кили стабилизатор ведь как мне повезло еще еще не даже я успел вам все это показать вот как это все устроено вот видите тяга руль направлении устроен интересно видите тяга сюда вставляется видимо пластина и не дальше все так управляется вот управление стабилизатором изящные ажурненькие детальки прям огонь огонь и посмотрите на счастливого человека который поймал контент огонь друзья это уже напоминает какую-то я бы так сказал ну не заболевания проф деформацию когда ты вот меня находят случайные моменты то есть действительно очень много час моментов когда ты раз и случайно нарываешься на контент огонь вот так раз представляете повезло обзор здесь какой обзор хороший в бок то есть получается это по сравнению с свифтом это как бы с более низко план что ли я даже не понимаю как тут это объяснить но вот короче здесь вот видите посмотрим когда пилот сядет как у как у как будет обзор выглядеть но пока вполне себе в бок хороший обзор вперед видите здесь может быть этих труб нету вперед очень хороший обзор должен быть вот как вешается эти есть обтекатели которые крепятся на липучках здесь довольно много таких вот решений ремешочки липучки я так понимаю что это еще спасательная система стоит стреляющий парашют как устроена шасси ну шасси вот одно колесико вот колесико одно здесь материя потому что помните да что эта штука способна взлетать с ног то есть пилот принципе может вы затащить ее на гору стать ногами и вот раздвигается вот эти вот шторочки это может штука взлетать а это маленькое микроколесико вот она от роликовых камечков видимо для того чтоб если что на носа выбрется тоже могла ехать из колеса получается аж три то есть задняя средняя сейчас видно переднее колесо да вот такая штука здесь у нас какие педали тоже ажурная все углепластичек такой тоненький стеклопластичек тут это поняла кевлар кевлар для того чтобы если эта кабина не дай бог бабах чтобы пилота не поколола углем то здесь всегда бурволокно используется получается две несущие балки основа конструкции между ними вот подвешена люлька пилота но это аналогично как на свифте сюда ноги уходят то есть можно встать вот кстати знаете какая классная штука мочеприемник можно в полете пописать здесь у нас прибор контроля какой-то я так понимаю что вот закрылок вот 130 метров эта штука максимум фигачит да отлично закрыл очек сверху наверно не знаю что такое это у нас по силам можно догадаться в общем ручки управление то вот у нас батареи смотрю куда батареи прячется любезно разрешили сделать видеосъемку и какой коннектор силовой раз подключилась идет взлет полетели наши коллеги представляете друзья снимаю контент огонь мы ученик готовит планет мы должны тоже лететь цели до брусситер пошел и хорошая погодка быстро взлетаются вот смотрите вот это батарейка получается у вас вторая батарейка место немного не занимают это же кстати не знаю почему изначально сделали такую широкую кабину может это модифицированная кабина как раз под версию с батарейками ну грамотно то есть батарейками прям чик пык единственное конечно что надо понимать что длите полимер скорее всего и конечно представьте теперь что эта батарейка вдруг загорится вот это конечно даже представить страшном сне не видно невозможно потому что например в мини-лаке на котором мы летали батарейки сзади расположены фюзеляже но и в конце концов там загорелось еще можно как-то выпрыгнуть здесь загорелось тоже конечно можно здесь выпрыгнуть невозможно здесь система которая спасает весь планер самолет так что решение конечно очень давайте мы подкрадемся информацию про батарейку за снею вот что написано стоп-кадр какой сделаем какая-то еще информация тык 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 дальше кладутся бутербродики бананчики на свой день где станция на чистоту аэродрома на этом аэродроме друзья не нужно никакого руководителю полета ничего докладывать это аэродром бесплатно кстати приезжает каждый желающий летает есть клуб в клубе если состоишь конечно какие-то взносы платишь потому что там хранишь ванга не свой самолет еще чего-то а для таких вот лесовиков как мы эти два прицепа нашего лесу стоят планер стоит на что же совершенно безвозмездно то бишь даром красота как выглядит прицеп под этот археоптерикс он сделан из алюминия весь шмурдяк прицеп без солнечных панелей я сначала думаю может тут панели будут какие-то солнечные по моему боксы как раз бокс под всякие мелочи простой достаточно аккуратный прицеп чека вот друзья как в этом прицеп чеки вас пенопластом таком пенопласта сделана система хранения в пенопластом таком каркасе ки стоит руль направления пожалуйста это все красиво так это все похоже как его как у нас тоже сзади заводится все вставить один штифтик красота вообще очень красиво легенькая все такое ажурненькая ну прям конфеточка знаете прям какой-то инженерный техно оргазм я бы так сказал не побоюсь этого слова и стабилизатор цельноповоротный то есть здесь нет руля ну собственно поворачивается с руля высоты как возглавляемой поверхности получается целиком поворачивается вот как крепится венглета ой это это весит 20 грамм это может быть 30 друзья вообще она ничего не весит реально фантастика как вообще такой вот ну я вообще на моделями занимаюсь поэтому представляю как это все но настолько легенькая то есть вот крепление вид такой штифтик тюк тюк и все так стоечки все сделаны аккуратненькие все как эта штука полетит мы обязательно ты засниму пилот на нем улетает видите писает в кустах но вы можете редкая какая-то такая птица достаточно пока он готовится к полетам я хотя бы вам покажу внутренности видите вот как внутренности этого пикала выглядит вот так они выглядят что интересно у него получается свой моторчик и он не убираемый вот это у этого пикала торчит моторного трехлопастной винт который складывается в такой тюльпанчик двух цилиндровый двигатель не очень мощный шасси не убираемый такой микро планер ну самолет планер что-то такое среднее но планер все таки как крыло хорошего день достаточно удлинения но подкостный он парит мы недавно с ним парили вместе тоже красиво тоже здесь летает тоже ой мы пока пикала снимали опоздали снимать все успели вот раз и что-то здесь наверно какой-то штифтик все вуаля какая штука собственно вот он винт пук 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 такая красивая штучка маленький легенький контент огонь об смотрите как это выглядит рс тюк раз и все как так как так один контрится о вообще посмотрите какая штука чунь лопасти разве развелись вот этот маленький пропеллер все это толкает мы сейчас посмотрим как он взлетит фантастика осталась еще деталь одна это стекло ну кстати интересно это стекло или дастик или пленочка пленочка тоненькая то есть нет здесь стекла это легче и это понятно уже непосредственно перед полетами будет ставится да сейчас он будет протираться это известный факт он кстати нам тоже надо помыть наше стекло сейчас мы посмотрим что за что за на этот наклеечка об вот такая значит таким быть можно значит и мы попробуем то что я давно подбираю чем же мыть потому что мое стекло зараза грязная как свинья и планер на что же как свинка смотрите этот позорище мы вчера просто прилетели поздно и опаздывали на ужин и не помыли планер сейчас к на иду чем занять ученика друзья а фонарь посмотрите эти блики эти разводы эти царапины вечные царапины чего того что зачехляют расчехляют иногда замком по этому фонарю бам иногда я камеры по нему изнутри бам что-то не фонарь это реальный позор очередной взлет аэродром не очень ровный поэтому буксировщику нашему достается по полной но зато погода бомба ребята приехали из бурга летать представляете 200 километров отсюда приехали на сбор горные сравненной части франции моем вот такой штукой планер и вот такой тряпочкой не тканый какой-то материал вот все эти мухи смываются великолепно держи это друзья наше съемочное оборудование вот две камеры которые снаружи снимают две восьмерки гупро гупро 9 и даже гупро 10 на второй день с нами летает вот эти камеры стоят кабине это стоит у нас снаружи это пауэрбанки для питания камер вот сколько у нас всего счастья вот этот большой пауэрбанк он питает сразу две по девятку и десятку кабины так надо развешивать камеры быстренько сейчас мы посмотрим как пикало будет взлетать вот такая маленькая хрень как археоптерик взлетит мы увидим я я дождусь я не полечу пока он не взлетит вы не переживайте он проверил воздушные тормоза поехал руливает на полосу ну и что будет делать прям так сходу вот ты шпадишь ты 50 метров побежал 60 70 100 ну где-то 120 метров у него дистанция разбега получилось но неплохо этот запах двухтактного сгоревшего топлива с маслом вкус детства для модельного между тем очередной взлет наш букс потачил кого-то в небо владелец планера спокойно тащит его в гору друзья с нашей принцессы я так не могу то есть ее хрен так вытащишь вообще а тут вы посмотрите но эта штука весит а килограмм 70 человек питер собрал ее полностью сам общению я даже я помогу и вы не думаете что я такой вредный но полностью сам помогу собрал и вот так его вытаскивает я же выговорил что аэродром для всех об против ветра пара планера приземлились по ветру потому что на фальшстарт уже один приземлился не выпалил дельтапланилист все вот он кстати без двигателя тренировал заход сейчас завел двигатели тарахтить себя домой заходят на посадку параплана нет это не тандемы это пилоты которые видимо не выпалили раньше времени стартовали и к нам подъезжает буксировщик ну не к нам нашему коллеге сейчас тут местный планер потащит все что вам надо знать об аэродроме аспор свобода для всех парапланы дельтапланы археоптериксе свихты самолеты все на одной площадке вот это все кучкуется на одном аэродроме на котором нет видеть никакого диспетчера то есть здесь нет человека который этим аэродромом управляет и что в этом случае хочется всегда передает передать что волков делать в этом случае передает привет рассобиации друзья учитесь работать посмотрите как во франции организованы полеты видимо на как-то сделано так разумно документы что они позволяют и во первых вырегулировать все это без участия каких-то там сложных диспетчеров начальников там ля-лят поля кстати аэродром бесплатный аэродром я уже не один раз говорю он бесплатный за него до за полет на нем нужно платить это государстве аэродром франции ну там региональный для любителей группа уважаемых любителей людных видов спорта так что принимайте опыт товарищи учитесь работать посмотрите какое место какой какой рай можно сделать на кусочки планеты земля вот можно было такое же сделать с аэродромом например в кисловодске на котором сейчас планируют теплицы поставить представляете вот друзья все вы иногда думают что я критикую я не критикую я просто показываю вот как бывает и как бывает критиковать кто и такой шум критиковать я лишь могу сказать что так бывает чтобы легче было взлетать на этом аэродроме видите сделали асфальтовую такую разгонную полосочку все никакая там не полоса ведь она кривая достаточно но она удобно чтобы разогнаться и улететь а еще здесь принято делать старты на город в горах муниципалитеты городков например вот там расположен городочек ларань и от муниципалитета города ларань организован старт на горе аспар поезд шабр и ковер красивый постельный все то есть старт для планилистов чтобы они аккуратнее стартовали меньше бились больше летали на этой горе не оборудован старт но он сам по себе достаточно качественный его намного реже используют чем старт на горе шабр так что учитесь принимайте опыт можно можно друзья нам не сказано повезло питер хозяин планера согласился пару слов сказать об этом планере хэллоу кэрпиджа на айплай ахай оптерикс на уон талсан дай там дать а уж Мунифик. Но я полностью уверен. И если все происходит. У меня есть защитный систем. Это ракет, это парашюта. Супер! Спасибо большое! Друзья, это огромная удача. Мы засняли Ракеоптерикс. Контент, огонь, погода бомба. Сейчас его взлет заснимем. Мой ученик надрайвает нашу принцессу. Надо срочно ставить камеры. Срочно ставить камеры. Двухмысленно это звучит. Друзья, в хорошем смысле этого слова. Вы поняли. Ой, так. У нас десятка сейчас вот в таком ракурсе стоит. Сейчас полетит. Посмотрите, что у нас растет. У нас растут. Да, это шампиньон. Класс, смотрите. Очень вкусные. Полевые шампиньоны. Надо будет вечером набрать. Они сыры и вкусные. Грибочек. Пахнет. Запах потрясающий. Пока пилот готовится к полету, расскажу вам немножечко об археоптериксе. Итак, сама идея этого летательного аппарата в том, что это аппарат для старта с ног. То есть пилот стартует с ног. Понятно, что он этого сейчас не делает, потому что у него там два колесика. То есть он может стартовать как ног. С ног так может и не стартовать. И прелесть этой конструкции, что это дельтаплан второго класса. А чем хорошо иметь дельтаплан? Тем, что лицензия летная намного проще. Намного спокойнее. Меньше проблем с медикал. Так, у нас заходит на посадку самолет. Меня предупредил. Да, собственно, вот он самолет. Поэтому перестану мельтешить вокруг. Видите, идет проверка. Закрылки и так далее. Хорошо, что мы встали здесь. Видите, как все. Ух. И, собственно, пилот готов к взлету. Если были бы горы, нужно было бы стартовать с ног. Понятно, что он делал без электромоторчика, без батареек. Все это было бы легче. Ну, конечно, реально это достаточно сложно. Если даже не стартует с ног, чаще все садятся на колесико. Потому что это намного безопаснее. Но именно скорость низко этого летательного аппарата позволяет такой старт. Ну и его, опять же, вес. Вес порядка меньше 70 килограмм. В чем прелесть таких еще аппаратов, помимо… Вот и взлет. Вот и взлет. Вот вам взлеты Рафиаптерекса. Все. Друзья, это, чтоб вам не соврать, метров тридцать. Не больше. Ну, сорок. Вообще, какая-то фантастика. То есть, свиф дольше взлетал. Ну, может, ветерок поддул. Может, еще чего. Ну, круто вообще. Все. И дальше он полетел. Набирать высоту и летать. Друзья, помогаю стартовать. Археоптерекса. Вот он вставит закрылок полетный. Вот он в зал. Поехал. Оп. Итак, впереди камера. Получится или не получится. О, он над ней пролетит. Офигеть. Друзья, а тут и сегодня ветерок небольшой, метров три. Тут и двадцати метров не было. Огонь контент. Валерный спорт заставляет бегать. Валя засняла. Ах ты моя хорошая. Не успел я ничего. Ничего не успел про него рассказать. Вот такой вот горе. Надо было меньше грибы жрать. И больше рассказывать. Ладно. Едем на старт. В чем прелесть таких летательных аппаратов, друзья? В том, что можно обрабатывать очень узкие потоки. То есть, можно самый тоненький, маленький узенечки поток закрутить. И вот в этом кайф свифта. И в этом кайф аэрофиоптерекса. И в принципе в том, что человек может сам спокойно подготовить. Много времени это у него не заняло. Летательный аппарат к взлету. Сам взлететь и сам летать. Ну а альтернативная версия. Вот. У вас есть планер. У вас есть вот такой замечательный самолет-буксировщик Божья коровка. Динамик. И сейчас это все будет тоже взлетать. Давайте погоняемся за ними, что ли. В таком случае вы, конечно, летаете на настоящем планере с высокими скоростями. Но вы понимаете, что это уже тоже стоит, во-первых, это дороже. Ну, нет, наверное, не дороже такой планер. Можно купить там, не знаю, тысячи за 14, 15, 20 евро. И спокойно на нем летать. Буксировка стоит 3 евро в минуту. То есть я вчера забуксировался на 10 евро. То есть 4 минуты я потратил на взлет. Ну, ладно, ну, 20 будет. Ну, это клубные расценки, я так понимаю, полностью коммунизм. Да, они доложили в эфир. Ни в коем разе никто ни с каким диспетчером не связывался. Его здесь нет. И вот поехали, 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 поехали. Я их пытаюсь догнать, 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 догнать. О, главное не упасть. Трех, 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 трех. Скоро взлетят. Ю-ху! До сих пор не догнать меня. Я на колесе мог бы, конечно, навалить 60, но есть большой риск здесь навернуться и на этом закончить, собственно, полет. Вот эта свобода какая-то, наверное, это основное. Плюс свобода в небе, крутить очень узкие потоки на уровне того, что крутят парапланы, по сути. Свифты. Этот летательный аппарат Arheopteryx, они прекрасны тем, что используют аэродинамическое управление, в отличие от дельтапланов. Оно намного комфортнее для пилотов, которые, ну, летают, например, на планирах. Хотя, вот, Питер, он летал на дельтаплане, просто пересел на эту штуку и полностью счастлив. То есть, для него вот эта идея небольших потоков, она очень яркая и именно она его сподвигла к использованию этого аппарата. Друзья, попробую поохотиться за Arheopteryx'ами счет. Такой случайный обзор. Обзор одного выстрела, что называется. Я не рассказываю про характеристики. Там скорость взлета, отрыва. Ну, там скорость у него в районе 37, скорее всего, какая-нибудь посадочная. Это все можно найти, набрать Arheopteryx. Вам вылетает список и вы все увидели. Мне больше интересно поговорить об ощущениях, что я видел, как человек при мне собрал этот планер за совершенно разумное время. Там все настолько просто, щелк-щелк. То есть, Swift в этом отношении более сложный аппарат, его собирать тяжелее. Здесь много таких мест, где надо какую-нибудь веревочку крепить, а вот уже там этот... Ну, аппарат очень продуман. То есть, с инженерной точки зрения, как я сказал, инженерный восторг, да. Вот этот инженерный восторг присутствует. Так что, постараюсь посмотреть по нему что-нибудь еще. Но вы видели, как он взлетает, как человек с ним обращается. Хотя бы какая-то минимальная информация есть. Дельтапланы заходят на посадку. На ноги будет приземляться. И на колесики. Давайте мы посмотрим, как это выглядит. Оп. Оп, все. Вот такой аэродром. Аэродром Эспермонт. Хайф. Вот такой рай. Приезжайте сюда полетать, друзья. Будет офигительно. От винта. Целую к своей инди-виктору уже с утра. Закрылок. Все. Летим. Порядок. Отличный взлет. Хоть каждый день так. Убираю шасси. Порядок. И так, друзья. Наше сегодняшнее везение продолжается. На 142 метра выше. Висит, наверное, Эфиоптерикс. Параплант висит. И сейчас я вам покажу. Вот он, Арпиоптерикс над нами. Мы его сейчас попробуем догнать. Ну, догнать это безумие, это вообще не получится. Но, по крайней мере, догнать потом на переходе и поснимать вдоволь. Это какой-то позор. Арпиоптерикс по высоте уже на 240 метров он у нас уже выиграл. Представляете? Полет класса стыдоба. У нас это мешает еще. Мотор мешает. Ну да, давай сейчас. Вот, сейчас засветился Арпиоптерикс на 270. Да, потеряли мы Арпиоптерикс. К сожалению. Вот это обида. Он тоже пошел туда влево. А, вон, вижу его. Видишь? Давай, курс на него отдал ручку. Гонка за Арпиоптериксом, друзья. Мы должны снять этот контент-огонь. Погнали. Ну, ниже правильно, у него аэродинамическое качество пониже. 27. А у нас 50. Так что помчались. Ура! Вот он, красавчик. Вот он, красавчик. Вот он, лапочка. Летит. Ну что ж, попробуем сейчас рядышком полетать. Я сейчас сделаю один проход еще над ним на скорости. И потом выпущу воздушные тормоза, чтобы снизиться. Пока просто опять дугой пройду. Попробую взять его на камеру крыльевую. Вот, сейчас он хорошо должен быть. Оп! Эх! Видите, мы за счет скорости хорошо резвимся. Вот. И снижаемся. Ну, и сейчас я выпускаю воздушные тормоза. Уже не буду больше. Уменьшаю скорость. Тормоза. А, торгается. Оп! Как он медленно летит, друзья. Я на 80 в одном потоке с архивтериксом. Класс! Сейчас он меня надерет вообще, как щенка. Как щеночка надерет. Потому что, конечно, крутить он может самое ядрышко. Ну, какой жад здесь держит, хорошая. Ну, ну... Мария Ивановна возбуждается дико на него. Ругается, видите, красным. Подсвечивает, глядь, волков. Не сбей. Не сбей, красавца. А я не хочу, чтобы у него не может зайти. О, amazing! Вот как он у нас уделал. Вы посмотрите. Просто как... Оп! Вы знаете, я никогда не радовался. Никогда не радовался так, когда меня делают в потоках. Смотрите, какая красивая машина. Попробую под ним пройти. Смотрите, вот он как снизу смотрится, друзья. Оп! Оп! Вот так он смотрится. Обалдеть! Фу, ну, мы задачу с тобой выполнили. Реально снимаем контент огонь. Мария Ивановна, мы не такие. Обязательно в Коптерикс мы точно не будем. Разрешить снять его красиво. О, сейчас на нас смотрит и смеется. Плюс наши, друзья, нашего летательного аппарата, то, что мы можем лететь со скоростью 180, достаточно с высоким эрогинамическим качеством, и легко догнать Археоптерикс. И вот, смотрите, не так давно он был совсем выше нас, а сейчас мы с ним на одном уровне. Ну, вот он летит спокойненько. Скорость он использует вот на 100, соответственно, летит медленно, где-то на 80 он летит. Ну, что, в общем-то, логично для этого типа летательного аппарата. Ну, вот, я иду сейчас на 130 километров в час. Смотрите, как это будет. Вот. Оп. И в этот момент опять перегрелось GoPro 10. Археоптерикс пришел ниже нас, друзья, где-то метров на 400, но взял лучший поток. Рен, давай. Немножко сбоку. И вот нас уверенно догоняют. И мы сейчас разница у нас составляет 176 метров по нашему навигатору. Ну, так что, вот такая молочина. Под тихой цапой, но догоняет шляйкер. Что, если кто-то говорит, что эти планера не летают, еще как летают, что свифт, что эта машинка. Прям огонь. О, не огонь. Сам я начинал, друзья, с парапланов. Вот он, мой наркотик. Небо. Сейчас мы... Наркоманы летают. Да, посмотрите на моих коллег по небу. Друзей наркоманов. Хе-хей! Парни, летать это круто! Согласитесь. Ох, мои хорошенькие. Ох, мои лапочки. Я аккуратно, парни, не бойтесь. Оп. Они же не знают. Не, но они же не знают, поэтому я недолго буду. Сейчас скорость бросил, повыше ушел, чтобы не напугать их. Оп. Ну, контент ведь огонь. Вот, друзья, вот с такого я начинал вот на 1994 году, когда мне наконец-то посчастливилось летать. Научиться летать. Ленисковая поляна. Ю-ху! Вот она, красавица. Подло не отсняло контент огонь, как мы вот так вот пикировали на эту поляну, брюшком, красивенько. Представляете, какая подлая? Опа! Сколько птиц! Йо! Я решил, что надо обязательно повторить. Я сегодня убедил моего ученика, что нам очень и очень нужно повторить. Моя ручка. Что очень нужно повторить эту съемочку. А, ну куда мы так? А? Еще разочек. Смотри, ну просто мы сейчас снимаем прям очень красиво эту поляну и вот так вот с таким отъедительным проходом. Йо! Вау! Скорость у нас гуляет от 200 км в час до 120, вот сейчас 120. Видите, на 120 я выхожу уже выше поляны. Сейчас опять к ней подкрадываюсь и попробую еще один такой проходик. Видите, очень красиво. Не знаю, какие кадры получатся лучше. Вот сейчас попробую прям через центр поляны пройти. Смотрите, как это выглядит. И-ю-ю! Главное, брюхом не зацепиться. Вереск. Представляете, вересковая поляна. И здесь, наверное, есть вересковый мед. Хе-хе! Вот поменьше скорость. Ну смотри, пусты. Реально пусты ковром идут? Нет, не пусты. Не пусты? Трава какая-то. Ну как это трава, если это пусты? Друзья, у нас возник спор на борту. Глубоковажаемые зрители канала Мечта Летать, я требую понимания, что это вообще такое. Я загуглю и посмотрю. Давай, загугли, подожди, загуглишь потом, сейчас я снимаю контент-огонь. Мы же должны еще, ну тем более, что видите, у нас планер, друзья, чем прекрасен, вот мы сколько ходим, а у нас энергия валом, то есть мы все время над этой поляной. Хотя склон практически не работает. Главное мне сейчас не впилиться в этот склон. Сейчас попробую с этого ракурса вам спикировать на поляну и посмотреть, что тут за вереск дают. Вот, смотрите, вереск этот. Ну, и что? Ну, мне кажется, вереск. Давайте попробую высунуть телефон в окно. А у нас, видите, одни ботаники собрались. Я вообще вчера это ягельным назвал. Ну, так с дуру. У меня вот, знаете, как бывает, первое, что придет в голову, вот мне так, я смотрю на это все, оно красное, красивое, думаю, что это такое? И мне мозг подсказывать, ягель. это, ну, какой, извиняюсь, как бы так, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, справа гуляют. Кто? О! Ёбонский ты бог! Козлы! Запустим двигатель, но козлов поснимаем. Друзья, козлы, посмотрите, вот они бегут по склону, горные козлы. Жирные! Черт, как бы, сейчас, как бы, сейчас нам, как бы, сейчас нам, как иногда получается, контент огонь снять. Археоптерикс, по-моему, собирается зайти на посадку, посмотрите. Вот там, в грань стоит. Да, но он, он сбрасывает посадок, на посадку собирается зайти. Вот он, под нами, друзья. Вот это везение. Как день задался, то есть, совершенно случайно приехали, бац, а ждем в Телекс. Бац! Так, у нас 1300, 1400 метров, нейродромом 600 метров. Он там летает внизу, по склону, даже не знаю, что он хочет. Но он может все, что хочешь. Может и выпарить даже. Это, в принципе, тоже можем выпарить, если мы сейчас склону прижмемся. Он не хочет садиться? Не хочет. Ну, друзья, представляете, на принципе, мне кажется, он над нами издевался. Ты сумасшедший, что поймешь? Что возьмешь? Где он там? Я, конечно, могу снизиться вам сейчас, на 200 разгонюсь, мы будем пониже, мы, по крайней мере, его высоту померим. 200, 250. Вот он. Он на высоте 1200 метров. А я, видите, как потом спук, и у меня уже 1300. Вот. Вот какая у планера возможность. Он на 500 штопа. атакируем сейчас у него. Вот он, красавчик. Оп. Вообще, кадры просто бомбические получаются. Мы же наблюдаем наш аэродром. Заходить будем левым кругом. Заходить? А? Да, конечно, да. Заходить будем с легким попутным ветром. Потому что, видите, колдун показывает южный ветер. Не сильный, но... Ну, как не сильный. 21 километр в час вообще-то. То есть, реально с попутничком пойдем. Так, это, конечно, неприятненько, но что делать? Вот там какой-то планер стоит, приготовился. Ну, я бы на не взлету. Я не знаю, зачем его поставили. Рация у меня на частоте аэродрома. Крыло планера лежит на земле. Планер, по-моему, не самовзлетный. Слушай, да это, по-моему, этот наш. Может, его захотят затянуть буксировщиком, типа, полетать вечером. Ну, у нас и тоже стоит. Ну, буксировщик тоже стоит. Ну, поэтому я вхожу в круг и буду заходить на посадку. Удобно, когда полоса расположена достаточно адекватно. Сейчас я постараюсь не совершить мои ошибки вечной близкого к третьему, к четвертому, третьему. Сейчас я вот отхожу специально подальше в сторону, за панели вот эти. Тормоза подзакрыл. Закрылочек сейчас пока на 6. Вот торец полосы наблюдаю и отойду от торца полосы метров на 600. Наметил себе ориентир. Блин, потокок на зло. Все как обычно. Учитываем, что ветер попутный, поэтому берем себя запасик. Выполняю. Наблюдаю торец полосы, выполняю. Третий. Мне не нравится вот это положение над пропастью. Выпускаю закрылок на лендинг. Иду, на ось полосы не попал. Ну, и, в общем-то, я не стремлюсь. Осипа триковой нету. На эту асфальтовую дорожку попадать не надо. Все спокойненько иду. Скорость 143 по ветру, 320 метров попутного ветра. Да, ощутимо. Все спокойненько иду. Скорость 143 по ветру, 320 метров попутного ветра. Да, ощутимо. Ну, тогда будем раньше касаться. Ну и нормально. Начинаю потихонечку поотворачивать в сторону нашего прицепчика. Ну, неужели сегодня мой триумф? Неужели? Нет, 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 зараза. Ну, 10 метров не доехали, друзья. Ай, черт. Не триумф. Лучше бы летать безопасно. Натренируюсь. Еще пару заходов и буду к прицепу приезжать. Ты доволен? Ой, конечно, доволен. Как не доволен? А над нами кружит Орфеоптерикс. Смотрите, друзья. Приземлился, доложил, что собирается зайти на посадку и будет заходить на посадку. Я так понимаю, что будет заходить не как мы по ветру, а против ветра. Ждал, пока мы приземлимся, наверное. Вот вы можете наблюдать посадку Орфеоптерикса через солнце. Смотри, слушай, точно будет заходить против ветра? Да, против... Ну, правильно, в принципе. Ну, друзья, почему против ветра мы не зашли? Потому что уклон у аэродрома достаточно привычный. И было бы непросто. Ну, смотрите-ка, вообще, что творится. Что творится? Рука уж у меня дрожит. Какая красава. Какая лапа. Ой, прям на нас летит. Ой-ой-ой. Ай, какая фасадочка мягенькая. Оп, остановился. Крылышко положил. Тык-тык-тык. Видите, в конце там какие-то кочки. Пем. Побегу, помогу дотолкать сюда. Можно даже не помогать. Посмотрите, как легко и непринужденно толкается этот летательный аппарат. О, красота. Я точно тоже немножко. Супер! Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Пограмм-пелесио. Ха-ха-ха. 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 И я снимал лендинг. Ха-ха. Я тебе даю название моего канала. Ха-ха-ха-ха-ха. Слышно, да? Я делаю видео. Я думаю, что это даймонд. Ха-ха-ха-ха. археоптерикс в одиночку толкается а вот принцессу мы сейчас будем горячить вдвоем это намного другое из плохих новостей друзья почему-то глюкнула камера что она пишет на крыле пишет ошибка из декарты восьмерка сегодня глюкнула то есть четыре камеры на борту и вот одна вечно глючит сейчас посмотрим все ли хорошо с хвостовой камеры которая вчера глюкнула подкрадываемся хвостовой смотрим что она показывает она показывает о она сегодня молодец 3 часа 30 минут мы сегодня отлетали а на объективе хорошо нету мошек бывает мошку как лупит в центр объектива и жопа получается все хвостовой сегодня отработала как положено совершенно непонятно почему сбой крыльевой ну теперь мы начинаем толкать готов давай кто плохо летает тут хорошо толкает планер то тяжелый эх навалей друзья в одиночку уже ничего не делаешь и в другой стране у нас для этого то есть двое вот друзья это настоящий спорт это вам не хухры-мухры планер потолкаешь вечерочком после трех часов лежания в кабине четырех и понимаешь что куда снимай планер и спорт серьезно ветер сейчас слабый стиль фактически сейчас ребята из бурга разбираются и все домой свой домашний аэродром их сборы закончились а нам еще неделю летать садится еще планер видите как по ветру какая скорость все-таки хоть внизу штиль но наверху чуть-чуть поддувает вот у нас было 140 на посадке при 120 на заходе держал через плата вообще моя скорость посадочная может быть и 100 касание 80 но вот так вот ну четко все рассчитал видите пристреленный воробей у нас образовалась единственное как это преимущество нашего планера в том что видите чехлы все мы зачехлились археоптерикс еще будет питер разбирать питеру конечно огромное спасибо он прям во-первых интервью во-вторых полетал с нами вместе страшно рад сам обещал задать материалы от с новым археоптериксом как он крутил петли на сентельере и так далее то есть вообще душевнейший человек угостил нас пивом ну прям вот не знаю не день сегодня подарок день осени какой-то но реальный боевой подарок просто вот я счастлив это просто все знаете как шахматная партия чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук вот все так складывается и получается контент огонь погода бомба контент огонь до новых встреч глупо уважаемый любитель летных видов спорта до новых позитивных встреч и 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